Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Карина Пронина не успела покинуть проект, а уже задумывается о возвращении, намекая зрителям на то, что вскоре появится в голосовании ТНТ Клаб. В среду на шоу «Разбор недели» в студии Дома 2 появится Алиана Гобозова, чтобы поведать всей стране о том, что она думает по поводу нахождения своего мужа Александра на реалити-шоу. Валерий Блюменкранц очень скучает по своей семье, но участники не хотят его отпускать с острова, потому что Валера – душа компании. Лена Хромина призналась, что с Саймоном им мешает быть счастливыми и ее скверный характер. Девушка написала «Я вспыльчивая, отвратительная, многие называют меня хабалкой, но я считаю, что они не правы. Я обычная, самая нормальная девушка, которая просто может постоять за себя. Саймону иногда не нравится, как я высказываюсь в коллективе, да и вообще, в принципе, ему было бы хорошо, если бы я все время молчала, когда поднимались какие-то темы и обсуждения. А вообще, я считаю, когда в отношениях что-то не клеится, то это проблема двух людей. Саймон высказывает мне много претензий, а я считаю, что ему не нравится во мне то, что есть в нем самом – это вспыльчивость, агрессивность и, возможно, чрезмерная уверенность в себе. Так что для полного счастья и гармонии в отношениях нам обоим нужно меняться и помогать друг другу в этом». Интересная новость с сайта шлок. История отношений Саши Гобозова и Ивана Идиловой закончилась, Гобозов написал «Она думала, что я приеду, буду валяться у нее в ногах и вымаливать прощение, но сама потеряла меня, как парня после телетета. Мне было тогда очень плохо после разговора, общались долго со штрихом и я понял, что убиваться не из-за кого. Она не оценила ни один мой поступок в свой адрес, так я расставил все точки». Анастасия Болинская поведала о непростых отношениях с родителями. Настя призналась, что не общается с отцом и не стала скрывать – у мужчины давным-давно другая семья. Причем за долгие годы они почти не виделись и не общались. А вот семейную тайну об отношениях с папой Болинская решила рассказать только сейчас. Если верить Анастасии, ей пришлось вытерпеть грязные домогательства родителей. По крайней мере девушка не ожидала, что после нескольких лет разлуки первым, что сделает мужчина, так это облапает ее за пятую точку. Стоит отметить, что посочувствовать девушке готовы далеко не все. Многие твердо убеждены, такие истории Насте следовало держать при себе, а не выбалтывать на камеры или в интервью. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Гобозов получил на Сейшелах ожоги второй степени тяжести. Алкоголизм участника сыграл с ним злую шутку. Постоянно находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гобозов не прислушивался к советам админов съемочной группы и пренебрегал средствами защиты от солнца. По возвращении в Москву Сашу Гобозова доставили в больницу. Мужчина заверил, что сейчас его здоровье восстанавливается и в этом ему помогает Ольга Жарикова. Но участники дома 2 никак не поддержали Сашу. Коллективу как будто было все равно, что мужчина не может самостоятельно делать элементарные вещи и даже ухаживать за собой. В тяжелую минуту Гобозова поддержала только Ольга Жарикова, которая сразила его этим наповал. Со мной летела Вика Борисевич, которой было абсолютно наплевать на меня, на мое физическое состояние, да и вообще, как и всем здесь. Никто из моих друзей и участников не спросил, нужна ли мне помощь, как мои дела. А Оля кровать застелила, голову мыла, несколько раз в день перевязывала меня, промывала все мои раны, стирала, гладила. Грубо говоря, она просто меня выходила. Конечно, меня это подкупило. Говорить можно о чем угодно, но куда важнее поступки. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!